Нам продолжают скидывать всё больше и больше деталей по продолжению удивительного цифрового цирка. Думаю, что скорее всего это и есть тот самый второй эпизод, выход которого ожидается в мае. Будь здоров, а меня всё ещё зовут Павел Князич, и мы совсем скоро вернёмся в удивительный и, что самое главное, цифровой цирк. Нам уже не терпится посмотреть на продолжение. Авторам тоже не терпится выпустить его, поэтому они выкладывают потихоньку какие-то кусочки своих работ. Но явно они не будут скидывать всё покадрово, а то это уже будет дурдом какой-то. Просто таким образом нам хотят показать, что процесс идёт, и вот-вот мы увидим полноценную серию. Никто ни на что не забил, это было бы как-то странно. Если возникнут какие-то проблемы, нам обязательно об этом скажут. Если они как-то затронут выход новой серии, может быть будет какой-то перенос, но в любом случае всё обещается в мае. Не будем медлить и снова погрузимся в наш цифровой дурдом. Пишем. Кого? Эй, привет! А тут у нас неожиданно, совершенно нежданно и негаданно. Действительно, нежданно и негаданно канал девушки с прохождениями. Я как-то уже рекомендовал её канал, но сейчас там видео стало намного больше. Поэтому запасов чая тебе явно не хватит, чтобы каждый вечер расслабляться за такими ламповыми прохождениями. Сейчас она проходит за Dark Pictures, достаточно интересных хоррор. А так, здесь огромный выбор, что посмотреть. От школы волшебства, до проклятой деревни с какими-то животными. Рекомендую подписаться. Ссылка в описании и в закреплённом комментарии. Ну что ж нам за кадры такие новые показали? Первый кадр мы уже давно видели, давно знаем, кто-то уже посмотрел его, ну а кто-то нет. Здесь я хотел бы обратить внимание на кое-какую деталь. Ну, во-первых, перед нами два персонажа. Это Джекс и Зубл. Джекс у нас как всегда радостный, улыбчивый, а Зубл у нас как всегда задолбавшийся. И находятся они пока ещё в шатре. Наверное, рядом есть и другие персонажи. И может быть они обсуждают своё будущее приключение в каньоне. Но что же это за детали, про которые я говорил? Зубл. Приглядись к ней, ты ничего нового не замечаешь? Так сразу и не скажешь, пока не посмотришь и не сравнишь. Вот это та Зубл, которая была в пилоте. А на слитом кадре нам показывают совершенно другую Зубл. Ну, во-первых, вместо одной антенки у неё теперь стрелочка. Вряд ли это на что-то отсылка. Скорее всего, Зубл и есть одна большая отсылка на конструктор, из которого можно собрать буквально всё, что угодно. И мы об этом говорили в предыдущих видео. И время от времени она всё-таки будет менять части свои, переставлять их местами и так далее. Изменились у неё и руки. Ну, по крайней мере, одна точно. И вместо того самого голубого кулончика, у неё какая-то чёрно-белая коробочка в полосочку. Возможно, она что-то держит в руках, как бы в обнимку. Но, скорее всего, это тоже какой-то её новый аксессуар. И ничего она руками не держит, а просто их сложила. И слушает бредни Джекса. Видно, как сильно он её задолбал. Кстати, её новый вид чем-то напоминает тот, который был у неё на двери. Хотя она тут выглядит тоже совершенно по-другому. Ну, хотя бы потому, что второй рог, если это так можно назвать, у неё не в виде стрелочки, а в виде какого-то кругляшка. И здесь же та самая полосатая антенка, которой на новом слитом кадре у неё нет. Крыло совершенно другое. И какой-то брелок на груди, похожий на треугольную линейку. Но это тоже совершенно другой аксессуар. На втором слитом кадре у нас уже есть три персонажа. Это Гэнгл, Помни и Рогата. И может быть в этот момент они где-то стоят рядом с Джексом и Зубл. И это могут быть кадры из одной и той же сцены. И вроде ничего необычного. Помни, как всегда. Помни, ничего не понимает, что происходит. Рогата, видимо, что-то ей пытается объяснить. Может быть они обе что-то услышали и с примерно таким выражением лица переглянулись. Однако главное, что заметили все, это улыбающийся Гэнгл. Да, это удивительно. Ведь буквально весь пилотный эпизод Гэнгл не улыбалась, потому что ей разбили маску комедии. И мы наконец увидим, как же она будет себя вести в этой маске. Насколько она будет позитивно мыслить, что она вообще будет говорить и как вообще себя вести. А то она постоянно какая-то вялая, плачущая. А тут может быть она будет такой энергичной, веселой. Было бы интересно на это посмотреть. К счастью, скорее всего, это произойдет в следующем эпизоде. Ну и если ты подумал, что это все, что нам слили, нет. Оказывается, еще есть кое-какая информация о новых персонажах. Помнишь того самого мармеладного крокодильчика? Так вот, я в одном из видео, а может быть даже в нескольких видео, сказал, что его зовут Мармелад. И на первое время было известно только такое имя. Оказывается, его зовут Гумигу или Гамигу. Вот это поворот! У него есть, оказывается, нормальное имя. Оно, конечно, связано с мармеладом. Но теперь напрямую его официально мармеладкой не назовешь. Перед тобой Гумигу. Может быть, на русский язык его имя переведут как-то по-другому. Но пока известно про Гумигу. Сразу вспоминается тот самый персонаж Мишка Гуми Бэр из одноименного клипа. Тот тоже был из мармелада. Ну, Гуми значит мармеладный. Еще пару слов хотелось бы сказать о солнце. Понятное дело, это искусственный интеллект, но, в принципе, все показанные нам новые персонажи тоже искусственный интеллект. Это не совсем новый персонаж. Я бы даже сказал, что это вообще не новый персонаж, потому что мы его видели в пилоте. Только солнце там себя никак не проявило. И лишь в анонсе, в отдельном ролике, оно заговорило. Надо бы порассуждать о ее роли в дальнейшем, а то она Кейна убьет. Если я ни разу не сказал про солнце, она бы и убила меня. Ну, я так, на всякий случай, подстрахуюсь. Пару реплик ей точно дадут. В противном случае, она убьет Кейна. Какую конкретную роль будет выполнять солнце или луна, наверное, только как-то вписываться в юмор. Сюжетного веса они особо не имеют. Скажу еще напоследок такую интересную деталь, то, что солнце в оригинале озвучивала младшая сестра Гусьворкс. Пейтон Гудвин. Как ни странно, на этом сливы не заканчиваются. Появился еще один очень интересный кадр. Как будто бы мы видим тот самый пол из шатра. Ведь именно так он у нас выглядит. В виде шахматной доски. И нам выложили эту картинку явно не для того, чтобы мы смогли покрасоваться на пол. Четко замечены отражения новых персонажей. Пусть и не всех. Первого я еле-еле разглядел, и долгое время не мог понять, а кто же тут изображен. Оказывается, все тот же крокодильчик Гумигу. Достаточно просто сопоставить его картинку и отражение. И мы сразу поймем, кто это стоит. Второй персонаж это та самая Марта Милденхолл. Призрак из призрачного дома. Рядом с ней принцесса Лулли Лалу. Ну и Орбсмен. Человек-шарик. Вот такое изображение нам выкатили. Почему показали именно этих четырех персонажей? Могу предположить, что именно они будут в следующем эпизоде. Хотя, если тут есть призрак Марты, где ее призрачный питомец, которого тоже показывали в анонсе. Если у нас будет Гумигу и принцесса Лулли Лалу, то скорее всего мы попадем в конфетный каньон. Где же тогда та самая шоколадная крокодилиха, которую зовут Фардж Монстр? Это намек на то, что у нас каньонное конфетное королевство растянется на два эпизода, и уже там будут все остальные? Ну не знаю. Шариковый мэн у нас вообще из местного Макдака. А значит есть вероятность, что Джекса там запрягут. Сразу же в следующем эпизоде. И все эти слитые кадры как будто бы нам намекают на то, что сюжет будет примерно таким. Сначала мы попадаем все в тот же наш родной шатер, где происходили действия пилотного эпизода. Наших героев собирает Кейн для очередного приключения. Но на этот раз оно будет не внутричковое и даже не на землях цирка. А где-то очень далеко, возможно на той самой локации, которую хотел закончить Кейн. И он ее закончил. Это и есть то самое каньонное конфетное королевство. А говорить, что мои слова являются лишь предположением. И я исхожу просто из того, что нам показывают. Но не думаю, что нас сразу же переносут в этот каньон. Мы еще должны как-то туда добраться. Например, на той самой повозке с мармеладным слоником. Ну а как ты думаешь, что же будет в следующем эпизоде удивительного цифрового цирка? Напиши свое мнение в комментариях. Ну и не забудь подписаться на мой канал. Нажать на раздолбанный колокольчик, чтобы не пропустить новых видосов. На мою группу во Вконтакте, на мой телеграм-канал тоже подпишись. Все ссылки в описании. Поставь лайк этому видео. Поделись им со своими друзьями и у себя на странице. И не забудь оставить любой комментарий под этим роликом. Всем поки, до свидос.